Доброе утро всем из Ялты. Сегодня первый день у нас в Ялте. Поселились мы в разгромленной котельной и сверху этаж нашего дома, где мы поселились. Верхняя крыша, там тоже можно отдыхать. Улица Щербака, 13-Б. Это практически, как нам сказали, в самом центре, но улочки все кривые и раскрывые, и вот надо идти таким образом. Поворот за поворотом, горка за горкой, короче как-то так. Все, приехали уже поздно. Ничего особо не снимали. Утки или кто-то кудахчит. Деревни-деревни. Сходили только в магазин, но и легли отдыхать после двухдневной дороги. В общем, как-то так. Ну, сегодня посмотрим, что же как, куда пойдем. По крайней мере, сейчас с утра не так душно, как вчера вечером. Ветерпогодка тут, ай-яй, тепленькая. Короче, первый раз вышел, первый раз не туда пошел, куда-то забрел в гору. А вот где центральная улица? Магазин там, центр. Мы как-то заезжали снизу, а это я сейчас в гору и в гору куда-то иду. В магазины кизать? Выкрыли. Нет, ну не просто, это я ориентируюсь. Вот где кинотеатр, где вот этот магазин, тоже через верх. Что-то я как-то заезжал вчера вечером, приехал. А куда вы приехали? Вот это внизу? Ну, 13Б, там такой. Щербака улица. Там где вот котельная какая-то разломанная. 13Б это у нас дом, блин. Да? Да. А, я не знаю. Это где гаражи? Да, два гаража и сверху вот эти. Понял. Вот туда приехал, но как-то по-другому я заезжал. Сейчас думал. Ну, это снизу, вернее, сверху можно туда заехать. И снизу дорога идет. Ну, сейчас у нас. Ясненько. Ну, тогда можно здесь. Короче, тут со всех сторон можно заехать, как я понял. Ну, по-тво. Просто если вам круг пройти, то уже подходит. В общем, пойду по волшебной улице Щербака. Она хоть петляет, но все, возвращается. А? Что он на Айпетри мне? О, сейчас даже на гору Айпетри. Видишь, что там, посмотрю. Ладно. Думаю, если заблудимся, все равно у нас там таксист любой привезет на место. Скажем адрес и пускай везет. Так. Конечно, тут все запутано. На первый взгляд покажется. Вот эта Щербака, да, идет? Да, вот прямо она идет. Спасибо. Лера сворачивает. Погуляем. В общем, как-то вот так. Нара и Петри. На этом мы потом все вместе посмотрим, еще съездим туда. Как же можно по этой улице налевать и выехать? Понял. В этой разбилке только право брать, на перекресток выезжаете и там до Каи. Выезжаете и на Ливаде. Ясно. Спасибо. Сбраво. Очень гостеприимные люди. Все покажут, все расскажут. Ну, я хотя не знаю еще, где это Ливаде, но я так думаю, найдем. Да, действительно, улица Щербака у нас, улица Щербака здесь. Здесь всякая мупы-гупы. Мук-Ялтинский пансионат, пятый-шестой корпус. Столовая. Тоже, короче, все у нас Щербака. Сейчас, получается, я как-то кругами. Привет! Привет, привет! В общем, как-то так все происходит. Радуется-то так душно. Вчера утром приехали, ну, капец, как душно. Я говорю, я еду, пока мне Ялта нравится. Сейчас выйдем из машины, посмотрим, что будет. Да, действительно, вышли из машины, сразу обдала таким жаром, бухотой. В общем, так вот я себе представляю, улочки, по крайней мере, улица Щербака, на какой мы живем. Ну, ничего, все так уютненько, тихо. Вчера приехали, был день города, еще какой-то, правда, день строительный. Капец, народу много, все гуляют, транспорта очень много. Непонятно. Так, это вокруг всяких конкурса. Ну, вид шикарный. Вид, что такие у всех долгики. Вот так вот я. Вот уже вот. Немножко, конечно, разобраться. Будет казаться, что так, как им надо. Ну, посмотрим. Что от нас тут рядышком? Метель Мусон. Инжир, вот тут. Это абрикосы, не абрикосы, сливы. А, это слива, обыкновенная. Проход к храму какому-то. Пойдемте к храму. Что за проход к храму? Да, написано. Проход к храму, к пляжу и парку, и на набережную. Да, конечно, есть всякие. От такого плана запущенные места. Ну, так думаю, их не так-то много. Такая лесенка. Дубы, колдуны. Сливы вместе растут. С елками. Короче, непонятно. Да, видать, тут детский проход к храму. Закутаешься, однозначно. Если в эту горку, с которой спускаешься, идти прям мягенько. Ну, это будет довольно тяжело. Пытаюсь комментировать тихо. Потому что сейчас получается у нас полвосьмого местного времени. Народ еще отдыхает. Такая природа. Ничего, довольно чистенько. Конечно, есть мусорки не убранные. Но, тут нигде их нет. Не знаю. Сюда дорожку, сюда пойдем по большой. Не знаю, куда выйдем. Тоже улица Щербака. Короче, тут хорошая улица Щербака, по которой кружит, кружит, кружит. Не знаю, может он из квартала. Кружит. А, нет. Вот по этой улице мы заезжали вчера. Короче, вышел, а потом не надо. Хоть немножко и заблудился. То, что помню вот эту. Хипаритовую аллею. На аллее дорога посажена. А может не она. Может быть, тут таких полным подмах. Вот он, по-моему. Вторам. В воскресенье христово. Заходить пока не будем. Здесь, по-моему, мы и ехали. Ну, а сейчас. Все было вечером. И не особо. Что видели. Ну, и действительно устали. Проехали практически 2200 километров. За два дня. Конечно, мы останавливались на отдых. Но все равно. Не особо продолжительный. Отдохнули часов 6. То есть, поспали. И дальше в путь. Вот так вот ел. Только где-нибудь. Вышел опять на какую-то дорогу. Посмотрим. Здесь мы вчера и ехали. Вот этот дом. Который седлый. Полкнорчик. По-моему, это был там. Ладно. Иду-ка я. Вот сюда. Посмотрим, куда это я выйду. А пока любуемся природой. Да. Машины гоняют. Пешеходных переходов не особо много. А. Передо мной Приморский парк. Спар-отель. Выглядит симпатично. Вот так. Посмотрим, что это все представляет. Поднимемся. Колоннада. Не колоннада. Как эту беду назвать. Ммм. 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 Ресторанчик. Такая была посмотровая площадка. Сейчас это переделали под ресторан. Загорожено, так как еще утро. Ну, если честно, я бы сказал, что раненых полно снова, но уже никого нет, куда мы попали. А мы попадаем в какой-то парк, не парк, не знаю. В общем, будем считать, что это парк. Будем идти вниз, а вон туда, к морю, все пути идут, видать, к морю. Прогуляемся. Довольно чистенько, дорожки, тряпинки, все вымощено. Да, прям готовая лестница. Может, я смело идти. Красота. О, магнолия. О, мои любимые плотаны. Красотища. Колонарда, ресторан. Наверху, правильно, колонарда, так и был, назывался ресторан, я так понимаю. Реконструировали вот эту колонану в 2012 году, о чем соответствует вот такая табличка. И вот так она симпатично выглядит. Какие-то кустики. Не пойму, что это такое. Ну, природа совсем отличается от самарской. Что у нас тут колонада предлагает покушать, чем нас накормит. Вот, все есть. Ну, кто хочет, может нажать на паузу и посмотреть меню. А мы пойдем куда-то дальше. Не знаю, куда я вышел.